А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно великих спонсоров, а именно Берсерк, Реклама, Жама Дэйн, Сэпэйн, Егор Меденский, Кам 33рус, Бикойн, Некросуан, Алекс Пес, Острых Болт, Версаля Эр и Райнер Саркоза фон Рихтер. Если вы хотите попасть в эти списки, а также получать крутые бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке или кнопке в описании. Всем привет, с вами Эмбро, продолжаем мы нашу кампанию за Российскую Империю. В этой серии нам нужно решить последние наши оставшиеся вопросы, потому что история по фокусам, она уже здесь завершается. Хотя, вполне есть возможность, то что после этого фокуса откроется новый блок фокусов. Но, мне кажется, что нет. Здесь уже сюжет будет обрываться. Но посмотрим. Дальше. По сюжету, который у нас здесь имеется, я так понимаю, уже нападать на кого нельзя. Нападать на страны вручную механика этого мода запрещает. Вообще. Вручное использование этой функции было отключено в ТНО. Поэтому мы будем это делать, как я уже сказал в прошлой серии, через нечестный способ, который называется консоль. Вот. Мы так уже делали в прошлом прохождении, потому что сюжет обрывается, но не хочется заканчивать на этом моменте, потому что будет недосказанность. Поэтому хотя бы частично, но давайте эту недосказанность мы перекроем. Я хочу напасть на вот эти вот страны. Пензу, Орел, Смоленск, Московия, Краснозвездно-обеденную армию, также Воронеж во главе с Горбачевым. Есть у нас тут еще... Я не знаю, что это. Ну, в общем, вот. Здесь национал-социалисты. Короче, нападу я на все это дело одновременно, но еще и, кстати, на Финлянду тоже. Одновременно, потому что будет интереснее. По одному, понятное дело, мы их захватим, а вот когда нападем одновременно, могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому это будет интереснее. Насчет стран Центральной Азии, мне кажется, точно таким же образом можно их присоединить. Это, как бы, будет вопрос несложный, потому что по войскам у них... Ну, в общем, это будет так. Это легко. По фокусам. Сейчас я взял деполитизацию армии. У нас раньше было слишком большое доминирование военных в политике движения. Сейчас мы провели деполитизацию эту, и профессионализм начал улучшаться. Дальше план Волкогонова. Новый командующий армии, временно исполняющий обязанности главы правительства Волкогонов, пришел к сырю и его советникам, чтобы предложить то, что он называет планом Волкогонова. Он обрисовал в общих чертах ряд проблем в имперской армии и несколько способов их решения. Во-первых, будет начать большой призыв, чтобы у нас было достаточно солдат для нашего последнего рывка на запад. Во-вторых, среди наших войск и на всей нашей территории будет проведена всеобъемлющая и тотальная пропагандистская кампания, которая поможет изменить образ Белой Армии, чтобы все избавились от чувства страха и отвращения, которые могли испытывать к нашему движению. Но на самом деле, да, это нужно, потому что мы захватили очень много здесь стран, у которых было совершенно разное мнение по отношению к Белой Армии. И людские ресурсы плюс, вау, 15 тысяч, вау, фига себе. Мне, кстати, они подлетели уже, 160 тысяч. Эти 15 тысяч, это неплохо, поставлю я их, пожалуй, на гарнизон в Пензу. Да, у меня полмиллиона, зачем мне еще столько людей-то? Я должен признать волкогонов, это очень амбициозно, если сказать прямо. Восцетился Михаил, просматривая предложенный план и покручивая в голове последствия его воплощения. Это так, Ваше Величество, важно понять, что армия слишком долго страдала от политических дрязг. Хотя это будет трудно, ведь мы избавимся от некоторых очень полезных нам людей, но все же это принесет нашей нации гораздо больше пользы, чем вреда. Михаил кивнул в знак согласия и обратился к Анатолию Собчаку, который вскоре должен стать премьер-министром Государственной Думы. Что вы думаете, господин Собчак? При всем уважении начал Собчак, толкнув через стол стопку документов Волкогонову, «Я верю в успешное исполнение сего плана, но отнюдь не согласен с ним». Подняв бровь, Михаил взглянул на Волкогонова, потом снова на Собчака. «Продолжайте, я желаю услышать причины. Ваше Величество, я не согласен с этим, потому что создание армии верной нашей стране, а также царю, это то, что позволено таким людям, как Шапунов, считающим себя выше своего положения во имя защиты народа. Хотя я и считаю, что некоторые эксцессы должны быть пресечены, но по большему счету армия должна быть верна только царю и его воле». «Но это сущий вздор», — ответил повышенным голосом Волкогонов. «Причина того, что такие люди, как Шапунов, имели столь большое влияние, заключается в использовании имени его величества, в смысле всего государства. На самом деле, этим его клика удовлетворяла собственные интересы. С объединением этих понятий, царя и отечества, мы можем предотвратить появление нового Шапунова». Собчак рассмеялся. «Каву? Пустяки какие!» «Тогда объяснюсь, господин Собчак». «Я есть внимание». «Стоп!» «Ударив двумя руками стол», — закричал Михаил. «Я не желаю больше слышать этого». «Собчак, хотя я нахожу ваши доводы убедительными, я также нахожу, что мой собственный опыт перевешивает их». «Я стою за Волкогонова на сто процентов и ожидаю, что вы согласитесь с ним». «Вам понятно?» «Я понял, Ваше Величество». «Армия должна быть верна Родине, а не идеологии». Полковник Абдулов немного опешил, ибо перед ним стояли ряды молодых офицеров, ожидающих своего выпуска из Академии и начала своего карьерного пути на службе у империи. Это было не так уж и давно, когда сам полковник был на их месте, как один из немногих, соответствовавших под строгие критерии Старой Белой Гвардии. Ныне империя не так дотошна в наборе новых офицерских кадров. Абдулов был рад этому, ибо еще много способных молодых людей смогут послужить стране так же, как и он сам. «Как только они прочтут торжественную клятву, и каждый из них станет настоящим русским офицером, клянетесь ли вы служить верой и правдой своему отечеству Российскому государству и его императорскому величеству самодержавцу Михаилу Второму?» «Обещаюсь и клянусь, не щадя живота своего и до последней капли крови», – последовал оглушительный ответ. Это был первый раз, когда Абдулов почувствовал всю искренность в произнесении клятвы, не проговаривая словно с короговорком. «Все эти курсанты были научены тому, что царь является воплощением воли Божьей, а не куколой в руках честолюбивых и жадных офицеров». «Очень хорошо. Запомните, братцы, ныне вы офицеры Белой Армии. Вся Россия ждет от вас великих подвигов, не подведите ее. Всем вольно». Церемония завершилась распевом гимна новыми курсантами. «Боже, царя храни. Служите России». Короткая беседа. До сих пор японцы были для нас неоднозначными партнерами. Они предоставляли нам машины, оружие и материально-техническую поддержку, не говоря уже о модели, на которой мы основали нашу новую экономику. Однако за все это пришлось заплатить. «Экономические уступки, а именно ожидание того, что однажды эти так называемые долги Токио будут выплачены с нашей стороны дипломатическими, экономическими и политическими услугами. На самом деле мы не заинтересованы в том, чтобы иметь хотя бы небольшую задолженность для сферы сопроцветания. Таким образом, мы должны ожидать от наших бывших благотворителей краткого, но честного разговора, который им наверняка не понравится». «Так, сейчас нам нужно будет порешать вопрос Японии». Ваксберг заполнял отчеты, когда его ассистент ворвался в кабинет с бледным лицом. «Японцы, они звонят!» – воскликнул тот, тяжело переводя дыхание. Ваксберг быстро поднялся в сиденье, сказал ассистенту указать путь и последовал за ним в зал. И далее в кабельную, где молодой телефонный оператор протянул навстречу трубку. Ваксберг выхватил ее и ответил. «Добрый день!» – говорит Борис Ваксберг. «Начальник японского отдела Министерства иностранных дел Российской империи. С кем имею честь говорить?» «О, да, это Дайске Ото, сотрудник Министерства иностранных дел Японии. Это звонок крайней важности». Ваксберг почувствовал, как у него по коже побежали мурашки, когда он услышал эти слова. Взяв себя в руки, он ответил. «Какой степени важности, господин Дайске?» «Видите ли, господин Ваксберг, во всем нашем правительстве, включая меня, наслышанное о смене власти в Сибири. И хотят знать, будет ли наше государство следовать всем нашим договоренностям». «Ого!» – подумал Ваксберг. «Вот почему японцы позвонили. С ними всегда на языке денег и ресурсов». «Ага, конечно. Начал с нисходительным тоном Ваксберг. Но полномочен заявить, что все заключенные до этого времени договора и соглашения с официальным Токио, включая все долговые, отныне считаются недействительными, так как они были заключены без согласия Его Величества». Понятно. Наступило далее недолгое молчание, на той стороне линии, во время которого у Ваксберга дрожали колени. «Господин Ваксберг, это позорное зрелище. Позор. Это настоящая трагедия для правительства Японии, после которой трагедию испытаете вы. И после этих слов, наконец, оборвалась связь. Ненадежные обещания лучше нарушать». Вон оно как. Мы, короче, разругались, Япон. Я предполагал то, что мы будем тянуть дальше все эти обещания и долги перед японцами. Потому что, ну да, здесь власть сменилась, но как бы на бумаге, как правил царь, так он и остается правителем России. Понимаете, в чем дело? Фактически, да, сменилась. Но на бумаге ничего не сменилось. Но договора-то, как бы, заключались с обещаниями, я так понимаю, Михаила этого. Ну ладно, не будем докапываться, может, это я не допер. Мы будем больше прихвостями японцев. Политвайс плюс 100 и падежка войны плюс 5. А это значит, что я у японцев больше улучшить отношения? Хм, да, зря Политвайс, конечно, потратил. Но мне уже, по сути, некуда тратить, я взял за что мог. Давайте прожмем по последний раз. И, опа, походу, это сейчас исчезнет. Так ведь? Та вроде не исчезла. Ладно, дальше. И длинный звонок. Разобравшись с японцами, мы наконец можем заглянуть за Тихий океан. Где находится наше истинно дипломатическое будущее. Соединенные Штаты Америки. Лидер Организации Свободных Наций и один из самых ярых противников эксплуататорских и фашистских режимов германцев и японцев, они постоянно призывают государство по всему миру присоединиться к ним в их международной борьбе против авторитаризма. У нашего движения был опыт авторитаризма, и теперь, когда мы избавились от авторитаристов в своих рядах, чтобы не повторять ошибок прошлого, мы можем начать работу по преодолению разрыва между нами и американцами. Это будет непросто, но оно того стоит. Это улучшит наши отношения с США. И у американцев произойдет событие новости из России. Средствующим там сообщат. Так, ну вот Япония, конечно, она просто обиделась на нас, и я не знаю, что ожидать-то от нее. Скорее всего, ничего, возможно, просто не прописано. Но сейчас, в общем, беру какое-то исследование, давайте-ка допустим, ну, так же танки будем прокачивать. И, пожалуй, давайте я объявлю войну европейской части здесь. А потом уже перейдем на Среднюю Азию. Итак, все, что здесь красное, с этим вот мы и воюем. Я думаю, что... Нет, подождите, автоплан сейчас нажимать мы не будем, потому что мы напали нечестным способом. Соответственно, противники наши не знали, что мы вообще нападем на них. То есть, обычно, когда ты нападаешь, там, ну, противникам сообщается, что вот сейчас, значит, сейчас и война. Так вот, сейчас вообще никого не было у них. Поэтому боты были не в курсе. Пусть войска подведут свои, чтобы было более-менее честно, и тогда мы уже налетим. Хотя, мне кажется, тут без разницы, мы их и не почувствуем. Так, а строить сейчас военные заводы... Магадан, может быть, плюс 50 тут. Хотя тут под сотку, но это застроено уже под сотку. Тоже плюс 50, а вот тут есть соточка у нас. 90, 80, давайте вот так. Так, здесь непереведенный ивент. Давайте, пожалуй, на монтаже, пускай здесь подъявится перевод. Кому интересно, прочитайте. Ну, все, подвели войска, ребят. Ну, подвели. В общем, давайте будем сейчас атаковать. Поехали. Ну, и здесь, по сути, осталось только вот Хельсинки взять. Ага. Так, а дальше... А, Мурманск в столицу улетел. Черт возьми, это ж не национально твоя территория. Еще, кстати, ребят, пардон, а здесь у меня не списался захват. Это тихо от стран, только фрагмент в Смоленском сохранился. Такую же кнопку записи я не посмотрел, началась она или нет. В итоге я записал, как я тут что-то щелкаю, а не то, что нужно было записать. Вот. Ну, там, по сути, все понятно, что было. Так, Мурманск мы взяли и все. Даже два, кстати, Мурманск. А можно всю? Да, в этом моде же мирных конференций нету. Ну, иногда они, конечно, случаются, если там побаловаться читами. Но тут, как бы, если так все делать, то нет. И поэтому нас замерили как захотели. Забрали только мы вот эту часть, которая была в Советском Союзе, в Российской империи. Но в Российской империи еще чуток, но было и Финляндии, насколько я знаю. А вот ее нам не дали. Вообще никак. Даже марионетка не стала. И не захватить-то ее вот так вот. Ладно, дальше что я думаю? Раз мы собираем Российскую империю, собрать, конечно же, ее целиком не получится. Потому что если мы будем бычить на страны, у которых есть ядерное оружие, то Российской империи, как и этих стран, у которых есть ядерное оружие, не будет. И вообще стран в этом мире не останется. Ни для кого не секрет, что если вот пытаться захватить страну, у которой есть ядерное оружие, то начнется ядерный апокалипсис. Где, сами понимаете, игра заканчивается. Страны все исчезают с карты. Там мы, когда захватывали Германию, я вам показал три варианта развития событий. Когда ты воюешь со страной, у которых есть ядерное оружие. Первый вариант это когда ты соглашаешься, просто берешь на ультиматум, что Германия что-то набросала, то что вот, если ты сейчас не прекратишь наступать на нашу территорию, мы в общем-то бабанем. Может бы согласиться и просто бы война закончилась, как статус КВО, белый мир чист. Вот есть второй вариант, это когда ты, та он блефует, пофиг, на Берлин, ну и все-таки немцы-то запускают ядерные снаряды, ну и у нас конечно тоже есть атомная, подожди, так, есть, 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 а у нас его пока нету. Потом есть теоретическая разработка, добыча материалов, а вот создание инфраструктуры, у нас даже обработка материалов еще не начиналась, потому что производство должно уйти. У нас ядерного оружия нету, бомбануть в ответ мы не сможем, но ядерный апокалипсис это никак не отменяет, ситуация будет абсолютно то же самое, просто мы первыми бомбануть не можем, из-за отутствия у нас такой возможности. И есть третий вариант, это когда мы пользуемся эксплойтом, выскакивает событие, где немцы нам объявляют, ну или Япония допустим, о том, что в ультиматум, вот он, соглашайся, а мы можем просто ничего не нажимать и две недели у нас будет на захват Германии. После двух недель, конечно, тут все прожимается само по себе, а если не прожимать, то будет как раз таки этот запас времени. И этим можно пользоваться, и этим воспользоваться, хотя там времени все равно мало, чтобы захватить Германию, но нам повезло то, что у немцев тогда не было нормального количества политвластей, чтобы прожать решение на атомную бомбардировку. Поэтому и получилось так, что мы захватили немцев, но это бред полный, потому что мы оккупируем вообще все территории здесь немцев. Мирных конференций же здесь, как видите, нету, поэтому такое. Из ядерных стран здесь, конечно же, и Япония тоже, поэтому никак забрать Дальний Восток у нас без конца света не получится. Мы либо захватываем через эксплойт всю Японию, либо же просто ничего и не делаем, по сути, с ней. Но вот насчет Европы. Я же заговорил о границах. Мы можем продолжать их расширять без апокалипсиса, нападая на то, что независимо от страны, которая имеет ядерное оружие. А это рехомиссариат Украина и рехомиссариат Кавказ, также еще крымское правительство. Они независимы от немцев, поэтому мы можем сюда вот налететь. Хоть здесь и нацисты сидят, но немцы никак им помогать не будут. И это самое главное. Так, войска подводим. Это уже будет больше похоже на Российскую империю, когда мы заберем к себе Кавказ и Украину. Да. Ну и Среднюю Азию тоже. Дальний Восток, конечно, ну понятное дело, ничего с ним не сделать. А вот, ну и Крым, конечно, надо тоже, само собой. Но вот Осланд тут, он находится под немцами. Поэтому нападение на него означает нападение на рейх. А это конец света, поэтому вот. Все эти три варианта я опять вам показывать не буду. Мы это проворачивать не будем, потому что, ну это я уже вам показывал смысл делать еще раз. Время занимать. Кому интересно, как это все устроено, как эта механика работает, посмотрите. Просто финал предыдущего прохождения за западнорусский революционный фронт. Всегда все одно и то же. В этом вот плане. Либо конец света, либо ты подписываешь Белый мир, либо пользуешься эксплойтом. И то, там тебе повезет. Там мне просто повезло сильно очень. И то не с первой попытки получилось. Так, здесь взял умиротворение я рабочих. Ммм, у нас теперь есть минимальная пенсия, 12-часовый рабочий день, минимальные субсидии. Оу, мы работаем по социальным вопросам здесь. Права рабочих мы наконец-то ввели. Неплохо. И теперь новое поколение промышленников. Квалификация будет рабочих тоже расти. Значит, войска свои сейчас я уже... Ого, вы поеденечки успели сюда подбежать, а остальные что? Топают пешочком, да? Может все-таки на ЖД поедем, а? Давайте на ЖД. А то самые сообразительные уже поехали, а эти пешочком шли молодцы вообще. Помощь для рабочего. Виктор заканчивал с третьим бокалом у стойки в пивной, когда по телевизору показали лицо царя. Он с туманом в глазах разглядел Михаила Андреевича, который говорил о рабочих и о гарантии защиты жителей Новосибирска под его крылом. Виктор чуть не поперкнулся, когда царь стал зачитывать пункты документа о правах рабочего сословия. Только несколько часов назад Виктор был сам из рабочих. Стали литейщиком. Как и многие остальные в зале пивной. Работа стали литейщика была трудной, особенно в Новосибирске. Долгие часы пребывания в литейных цехах наполняли легкие рабочие газами, мешая свободно дышать. И из-за этого было много происшествий. Виктору эти сцены были до боли знакомы, ибо за 10 лет работы не такой увидишь. Он поговорил со своим начальником, когда тот сидел в день начала войны в главном кабинете. Виктор оставался работать в цехах, производящих сталь. Даже когда бушевала война на востоке, требовала все больше и больше мужчин на фронт. Именно там он работал, когда царская армия взяла Новосибирск. У него ничего не осталось. Его начальник сказал ему, что они отправляют литейное оборудование на восток, на что ему придется найти новую работу. А сейчас у царя хватило наглости заявить, что он освободил город и хочет защитить рабочих своим новым законопроектом. Права, которые его город уже имел к моменту вторжения царских войск. Виктор повернулся к соседу справа с горькой улыбкой и поднял тост. Боже, царя храни. Как иронично. То есть, когда мы воевали с территориями Новосибирска, там этот мужик работал. И когда мы их захватили, то у него, в общем-то, планы сильно поменялись. Не по его желанию. Угу. Понятненько. Ладно, бывает. Дальше выйдем в расширение имперских корпораций. Тут промышленное оборудование начнет медленно падать. Класс. Ухудшение будет. Интересный фокус. Редко такие увидишь. Зато объем производства вырастет на 5%. Это неплохо. А то у нас там вертолетов, я смотрю, не хватает. Да и танки тоже заканчиваются. Ё-моё. Ладно, выходим давайте. Сюда вот. Ну и давайте здесь мы войну объявим и тут еще. На рейх комиссариат Кавказа у меня не хватает просто войск. Хотя на самом деле может была часть отсюда скинуть. Ну да ладно, давайте пока с этим разберемся, потом про сюда их переведу. Так, ну а потом последний рывок. Один последний рывок это все, что нам нужно. Одно последнее усилие. Мы зашли так далеко и столь многого достигли. От бесплодной глубинки щиты до борьбы с шипуновыми и его сморщившимися. Теперь, когда мы стоим у порога славы, готовы достичь всего, ради чего мы так долго боролись. Мы настоящее белое движение, направленное на систематическое уничтожение большевизма в России, на подлинную поддержку монархии и донесение русскому народу божьей воли. Сегодня Михаил II и его советники установили новый официальный праздник по всей России, который должен происходить ежегодно – День Царя. Чтобы отметить жизнь царя и признать важность тех, кто сыграл роль в его восхождении. В алкогонах временный глава правительства выступил с громкой речью, призванный тронуть сердца всех россиян, где высоко оценил работу всех причастных воссоединению самодержавной России. Речь закончилась тремя словами, которые в ближайшие годы будут на устах у каждого жителя России все чаще. С нами Бог. Полетлась плюс 50, стабильность плюс 10 и пройдет событие «Блудный сын». Кстати, насчет Бати. Нам так и не удалось контакты наладить с Батей, который в Австралии. Уже в Австралии ведь. И мы ведь стали правителем. Почему мы не можем опять там письмо отправить? Почему мы этим не занимаемся? Может, конечно, дела другие есть поважнее, но все же столько уже времени прошло, столько лет. Надо хоть с Батей-то связаться. Я ж так жду. Чего здесь? Ради чего мы играем, сидим-то? Я хочу сюжет в плане с Батей, потому что он же письма отправлял и Батей-то не считал. А он же по-любому по новостям уже увидел, чем его сын здесь занимается. Таков капитализм. С тех пор, как магазин открылся в Красноярске, Галина была его постоянным клиентом. Он управлялся дочерней компанией Дайбатсу и предлагал японскую парадоксу, не виданную нигде в Сибири, и она следила за тем, чтобы каждую неделю проверять новое поступление. Но теперь и очень внезапно он исчез. Она была так сосредоточена на воображении того, что может увидеть сегодня в прилавках, что даже не заметила ничего такого, пока не попыталась открыть дверь. Когда она поняла, что дверь заперта, посмотрела в витрину и увидела рабочих, устанавливающих новые вывески, она поняла всю ситуацию. Она постучала в дверь, чтобы привлечь их внимание, и сумела подозвать к себе их бригадира. Мужчина подтвердил ей опасения. Магазин и компания, которая им управляла, ушли из страны навсегда. Будучи образованным человеком, он очень терпиво и доходчиво объяснил, что новая политика царского правительства сделала невозможной конкуренцию Дзайбацу с имперскими корпорациями, в том числе и с той, которая купила здание. Но заверил он ее с широкой улыбкой. Новые хозяева намерены поставить точно такие же виды продукции, одновременно делая государство сильнее. Только теперь эти изделия будут производиться в Сибири, а не на заводах Японии. Галина выдавала слабую улыбку, поблагодарила мужчину и ушла. Она знала, что старый магазин не вернется. Она также знала, что сибирские изделия вряд ли будут столь же хорошо сделаны и в большем ассортименте, как японские. Уже было сделано так, что все равно поддержит отечественного производителя. И кто знает, может что-то и привлечет ее взгляд. Капитализм, счастье, парадизм. На самом деле, как-то так, прям, мне кажется, изгонять Дзайбацу, японские корпорации в наших территориях, ну все же не стоило. Да, у нас здесь, конечно, стоит продвигать на нашей имперской компании отечественных еще производителей, но когда на нашем рынке есть еще и такие крупные международные игроки, это хорошо. Но в нашем случае, в нас ситуация с Японией немного изменилась и, возможно, реально стоило и правда избавиться от этих японцев на наших территориях. Блудный сын. Несмотря на их показанную доброжелательность, те старые белые офицеры хотели использовать меня в качестве марионетки, чтобы исполнить собственные планы по обустройству России. Меня держали как заложенника в своем былом отечестве, это были самые темные дни в моей жизни. Но, несмотря на всю безнадежность вокруг, я понял, что мой приход в Россию это знак. Неважно, каковы были обстоятельства моего происхождения, но настоящий Романов не должен стоять в стороне, когда предназначенное ему отечество столь нуждается в нем. При помощи единомышленников я стяжал власть у этих продажных белых генералов и стал царем, каким мне всегда было суждено быть. Я понимаю, что ты волнуешься за меня, но знай. Хоть я и не выбирал такую судьбу, пусть на меня падет проклятие, если я не приведу свое отечество к настоящему величию. Честь нашей семьи будет восстановлена, и весь мир будет этому свидетелем. Твой любящий сын. Майкл Андреевич. Так, у нас квалификацию рабочих поднимается, неплохо. Авиацию я сюда вот перекидываю, на Украине она работает, война объявлена уже ей, и также еще Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан. Только я смотрю, у меня здесь 18 дивизий расположено. Сейчас я сразу не атакую, потому что как и раньше, мы ждем пока противник подготовится. У Украины где-то 30-40 дивизий, у нас 18 тут. Фигово. Поэтому вот эту армию я лучше сейчас поставлю вот сюда. Так, а здесь, ну здесь уже поехали по автоплану, по сути, да. Машинки я здесь могу найти, вот эти вот. Вы давайте гоните Бухару, Туркменинабад и Вашхабад. Вот, Туркменистан мы так возьмем, ну и это само собой берем. По Украине. Ну, пока что я атаковать не буду, потому что у меня людских ресурсов мало, и они, ого, как падают. Неплохо. А, нас Украина атаковать начала. Угу. Так, пусть все-таки войска эти подойдут. Туркестан. Готово. Дальше Памир. Так, ну здесь мы почти уже закончили. Давайте все же я еще одну армию вот эту вот переведу, пожалуй, вот сюда. Поехали. И людские ресурсы, конечно, улет... Ох, этих 40 тысяч осталось. Но на гарнизоны, понятное дело, они улетают. Ну и на войну тоже сколько? 16 тысяч. А Украина 55 тысяч потеряла. Я думаю, то, что здесь уже стоит атаковать. Поехали, что тянуть-то? Да, конечно, людских ресурсов сейчас у нас вообще не останется, но что поделать. Пока немного здесь мы можем поупираться, и потом все нормально пойдет. Так же я думаю, что сделать? Я думаю, захватить еще Кавказ, Рихомиссариат и Синьцзянь. С Синьцзяньем будут границы очень даже красивые, мне кажется, что это было бы неплохо. И еще я забыл в прошлом прохождении показать лидерборд. В нем собраны показатели всех стран, например, количество населения в стране, фабрик. Вот. Было бы неплохо в прошлом прохождении это все дело посмотреть, но сейчас мы это не забудем. И как только здесь мы закончим, а тут немножко осталось, я вам покажу, как сильно наши показатели отличаются от показателей других стран. Так, идем в Синьцзянь, вот сюда вот. Что у нас здесь, кстати, по потерям? 79 тысяч, Украина 239. Ух ты, как оно растет. Фига себе. Давайте-ка пройдемся сейчас до Киева. Так же еще Днепропетровск пошли. Ну и в целом это уже будет все. Я прав? Ну, почти 92%. А не, уже все. Да, теперь мы вот эту армию поставим, пожалуй, вот сюда. А вот эту я поставлю на Крым. А, я Крым забыл о войне объявить. Ну, короче, давайте сюда. Сейчас она лечит на него и на Кавказ. Жалко, конечно, то, что вот с Осландом никак не получится ничего сделать. Ну, хотя бы частичку Белоруссии и Гомель у нас здесь есть. Хотя бы так. Идем на сейчас на Севастополь. Так же здесь. Ну, надо атаковать, конечно. Тут тоже атакуем. Поехали. Ну, ну, ну. Тут стоят на него. Фига себе. Морская пехота. Закончили. Теперь мы эту армию отправляем на Керчь. Проходим через Тамань и идем прямиком вот сюда вот. Пошлите. Авиацию только нужно перекинуть. Так-то в целом здесь все нормально. Вот только людей не хватает. Столица, кстати, сейчас уже в Баку улетела. Можно прям топать через Дербент туда. По Синьцзяню че? Че стоим? Давайте на уровень. Так, по капитуляции. А, тут уже все. Чуть-чуть осталось. Баку, наверное, не придется брать. Хватит и так. Или все-таки придется? Нет, не придется. Угадал. Отлично. Че по Синьцзяню? Столица сюда вот улетела. Но, скорее всего, ее тоже не пришлось нам брать. Итак, че мы в итоге сейчас имеем? Давайте посмотрим статистику. По количеству исследовательских ячеек у Республики Китай их 5. Ни у кого столько больше исследовательских ячеек нет. Причем бонус к исследованиям плюс 36... У тебя вообще фокусы есть? Да, есть. Плюс 36%. А это не стандартный фокус у тех кита? Нет, не стандартный. Неплохо. У Японии, которая держит Китай зависимым от себя, 4 ячейки. И бонус в разы меньше. По населению, тут первый, конечно, идет Китай. А вообще, кто там у нас? Ватикан последний. Потом Андорра, Сан-Марина, Монако. Понятно. Первым Китай, вторым Индия, дальше США, потом Японская империя, потом Индия, понятное дело, а потом идем мы. У нас 187 миллионов населения. Угу. Но сейчас у нас рост населения хороший, поэтому это вопрос времени. По фабрикам. У американцев их 558, у нас 526. Но тут в чем суть? У американцев такое число из-за количества доков, то есть портов этих самых, для строительства кораблей. Фабрик у них 316, а военных заводов 178. У нас фабрик 320, а военных заводов 197. Наша экономика сильнее, если, конечно, не учитывать море. По кораблям у нас все плохо. А вот все остальное у нас просто отлично. Поэтому тут мы сильнее. Полит лазь коня... Ух ты, у кого-то тут 2000, а у бретонцев минус 16000. Зато прирост плюс 3,29 сотых. Ммм, скоро в ноль выйдет. По 2000 тут. Нормально. Но по полит лазьке, конечно, тут американцы больше, чем у нас. Я особо не копил. Стабильность. Ну, мы по стабильности находимся на низком уровне. 41% как-никак. Поддержка войны 82. Ну, тут более-менее еще. Так. Что еще по показателям здесь есть? Армии. Кстати, армии. Количество дивизий. У немцев 276. Японии 161. У США 99. У нас 90. Людьских рисунков... Ну, ноль. Зато дивизия 90. Опыт армии 500. Потери. Ну, потери. Пока войны нету просто. Поэтому и потери не видны. Кстати, количество батальонов. У нас больше, чем американцев. У них просто дивизий больше, у нас дивизий качественнее. Ну, тут разница-то больше погрешная, что ли. Что там дальше? Флот авиат. Ой, это можно пропускать. Хотя авиацию можно посмотреть. У нас неплохо. 1173 самолета. Потом Бургунд идет после нас. Китай. Неплохо вполне себе. Промышленность, кстати. Ну, да. Мы второе место. По количеству горючего. Мы вообще на первом месте. У нас... Офига себе. У нас в разы больше, чем американцев и японцев. Да, мы тут по горючему неплохо так выезжаем. Кстати, по торговле. Я так и не смотрел, кто-то что-то у нас покупает. Хром нет. Стали. Афганистан берет. И какая-то сторона еще без названия. Варифрам никто не берет. Резина у нас нету. Минус три. Алюминий никто не берет. Нефть покупает Шотландия. И английское военное командование. Да, по торговле такой себе, конечно. У всех, в принципе, хватает всего этого. А это проценты гражданского сектора. Но это нас не интересует. Давайте дальше. Территорий. Кстати, территорий. Это количество регионов, которыми мы владеем. У нас 174. Потом идет Африка 87. Ну, у нее там раздроблены неплохие такие регионы. По мелочи посмотреть. Поэтому такое число. Потом немцы, США, японцы, итальянцы, испанцы, Индия. Ну, и пошло по чуть-чуть. Контролируемые регионы. Фигня, фигня. Состоит это количество национальных территорий, которые мы имеем. Но африканцев впереди нас. Неизвестно, конечно, но впереди. В два раза больше, чем у американцев, кстати. Ну, и вот число общее. Да, мы лучше, конечно. По альянсам. Ну, тут пропускаем. Хотя, можно посмотреть, у кого больше батальонов. У немцев потом идут американцы. Тут разница не особо-то и большая. Флот у американцев лучше. Авиация тоже. Фабрик. Фига себе. 1500, а у японцев 600. У немцев 500. Такое. Ну, и количество занимаемых территорий больше у американского альянса. Это, кстати, экономика. Ну, тут можете, в принципе, посмотреть. Мы по экономике четвертое, кстати, место. Ну, мы здесь не особо славимся экономикой своей. Поэтому, да. Я особо ей не занимался. Да, и она не особо-то и проработана. Ну, как, в плане нормально проработана. Просто вот этот долг, он как бы не играет большой роли. То есть, его увеличивать можно спокойно и закрывать просто на него глаза. Что, в принципе, я и делал. Никаких проблем у меня не было. Поэтому, пока на это, думаю, смотреть смысла особо нет. Ну, и, в принципе, все. Это мы уже видели. Итак, что можно сказать по компании. Вообще, мы сейчас сделали Российскую империю. По сути, монарчи. По сути, демократия. Она сейчас стоит авторитальной демократией. Но правит при этом монарх. То есть, император. Михаил Второй. Но его, конечно же, здесь возможности ограничены. Он никакой не абсолютный монарх. Он урезан в своих возможностях. Но при этом он все равно сохраняет авторитет. И уже на этом уровне, благодаря нему, может править. Даже с учетом этих самых урезанных возможностей. Он считается главным в стране. Авторитальная демократия, хоть да, у нас здесь имеется. Но выборов, я так понимаю, все равно здесь нету. Демократия, скорее всего, на уровне субъектов. Как-то примерно вот так вот. То есть, губернаторы там выбираются. Но при этом царь, ну, он здесь явно выбираться не будет. Через голосование там, допустим, через выборы эти. Был у нас вариант построить жесткую страну. Убрать Михаила Второго. Поставить другого Романова сюда вот. Который был бы уже прям жестким. Но при этом он бы оставался марионеткой. И эта Российская империя была бы уже более грубая и жесткая. Мы пошли по совсем иному пути. На этом история обрывается. Она именно обрывается, а не заканчивается. Потому что это не конец. У варлордов здесь, в России, после объединения России, сюжет просто заканчивается. Но, естественно, он скоро будет продолжаться с этими вот обновлениями мода. Нужно подождать глобальное обновление, которое как раз все это дело доработает. Я думаю, тогда мы уже, возможно, продолжим. Я эти сохранки, кстати, у себя сохраню. Но смысла, наверное, не будет. Потому что, когда обнова выйдет, все это полетит. То есть, я не смогу с охранкой загрузить. Адекватно продолжать играть в обнове. Поэтому смысла, наверное, в этом особо не будет. Уже будем начинать тогда новые кампании. Но это, я думаю, будет не скоро. Поэтому мы пока попробуем другие еще страны, если вы, конечно, этого хотите. Понимаете ли, каждая страна в этом моде, это отдельная книга. Двигать дивизии туда-сюда надоедает рано или поздно. А вот книги надо есть не могут. Потому что они всегда разные. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моды на русском языке в нашу группу ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также ставьте колокольчик и включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получать крутые бонусы. А также играйте в мотивированные партии. Просто общайтесь на наш серверах в Дискорде по ссылкам в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. Увидимся еще. Продолжение следует...